мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам беру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание халлилюя дорогие друзья сегодня у нас с вами будет классный урок потом я уже весь в предвкушении честно говоря весь в масле когда я вам скажу о чем будет идти речь ну наверное название вы уже прочитали и когда об этом идет речь невозможно невозможно оставаться каким-то сухарем или равнодушным я верю что ты сегодня будешь получать большое наделение прежде чем я начну я напомню что мы находимся в блоке мы находимся в гаваоне я верю что за эти предыдущие уроки вы уже начали созерцать себя как соломон в этом месте в это время у вас ночь в хорошем смысле ночь ваша ночь с отцом и эта ночь она очень важна друзья мои мы уже подходим к завершению гаваона и у нас будет в конце большой праздник как я и говорил мы кого-то позовем мы будем пировать мы будем наслаждаться мы обязательно сделаем такой праздничный урок эфир вы сможете прямо смотреть это и наслаждаться наслаждаться тем что вы приняли в этом в эту в этом гаваоне в эту ночь и я хочу призвать вас друзья я хочу призвать вас чтобы вы ко всему что здесь происходит относились очень серьезно это не серьезно это не означает что нужно насупить брови и что-то напрягаться серьезно это практично серьезно это практично вы знаете что чтобы я здесь не говорил если я говорю что надо топтаться по деньгам и это ну как знаете как один одно из пророческих действий я знаю что среди вас есть слушатели которые так и не сделали этого так и не сделали хотя полтора месяца мы уже говорим за это я вас прошу просто друзья мои сделайте это попробуйте у нас есть масса уже хороших потрясающих свидетельств как это работает для чего это делать кто-то подумает ну понятно я и так тут деньги под моими ногами я без этого пророческого жеста делаю вы хотя бы попробуйте чтобы пережить что это такое состояние прибыли если я говорю что в этом состоянии нужно пребывать друзья мои я вам просто скажу что пока я вам это говорю льются свидетельства об этом некоторые из этих свидетельств друзья мои даже рассказать нельзя потому что речь идет о больших деньгах речь идет уже о взаимоотношениях там в партнерстве в бизнесе там серьезные вещи происходят наши предыдущие темы такие как про долги у кого-то долги решились вот просто друзья мои просто из-за того что кто-то пошел со своими дну кредиторами поговорить по-человечески ну и как я говорил или плати или умолять есть примеры когда слушатели пошли в банке договариваться им дали отсрочки сумасшедшие там по полгода погоду реструктуризацию кредитов сделали вот на ум приходит пример один женщина у нее три кредита было в разных банках два из них сразу согласились дать отсрочку до этого она не снимала трубку пряталась там и когда она пришла в банк самое интересное что это свидетельство такое знаете тем мы хорошо что она со мной связалась и говорит послушайте ну я позвонила в банк но там даже слушать не хотят ни про какую отсрочку я говорю послушайте там в банке на телефоне сидит обычный специалист который не полномочен принимать такие решения по отсрочкам он просто говорит вам то что всем говорит идите главному идите к заместителю покажитесь придите и там в банке она пережила то что и переживали и другие люди которые слушали меня они буквально ей сказали что вау вы пришли обычно от нас прячутся вы пришли и пошли и навстречу в двух банках сразу 3 там еще известный такой банк своей дурной репутации но тем не менее еще пока он упирается но два пошли уже то есть на ближайшие полгода она избавилась от давления друзья мои и это не единственный случай поэтому я говорю поступайте делайте все что я вам говорю этот курс он не предназначен вас развлекать он не предназначен представить вам новую теологию какую-то процветание он предназначен сдвинуть с места вековые заржавевшие колеса процветания которые возможно ты переживаешь кто-то мне пишет что меня выгнали с работы аллилуйя когда я начал то о чем свидетельствовал в прошлых уроках когда я начал свое служение когда я ощутил свое помазание мое дело с отцом меня тоже выгнали с работы меня почти везде выгоняли я говорил об этом никто не хотел помазанного у себя на работе потому что они чувствовали конкуренцию если тебя сегодня выгнали как один брат писал что его пригласили на собеседование или сказали что его какой-то психотип не подходит к этой работе и он такой в растерянности говорит вроде я там в меняемый человек чего им психотип мой не подходит я ответил этому брату потому что этот работодатель он ощутил психотип сына божьего и понял что он не не он будет доминировать а над ним будут доминировать и не захотел я сталкивался с таким на своем примере не один раз поэтому возрадуйся иисус говорит радуйся когда тебя будут гнать за имя моего люди которые ощущают трансляцию иисуса они будут тебя или давай прямо скажу либо будут тебе поклоняться либо будут тебя гнать третьего не дано вот поэтому всегда найдется тот кто поклонится тебе захочет в тебя инвестировать всегда это будет почему очень просто мы говорили об этом в теме избрания потому что ты избран отец делает так что те кто работает они будут удивляться почему тебе просто так дают почему в тебя хотят верить тебя хотят инвестировать тебя хотят за руку водить по винограднику и так далее это все о тебе и мой призыв друзья мои делайте все серьезно не ну не хочется гонять по кругу ну даже с тем что мы называем там даяние и славы вы знаете ну вы так и хочется иногда рассказать вот этот анекдот когда значит выходит папа с ребенком из церкви и такой ряд что-то я сегодня ничего тут не получил ребенок ему горит а что ты хотел получить за один доллар папа и знаете вот когда смотришь думаешь ну вы серьезно вообще и и речь не о номинале об отношении об отношении друзья мои когда я вижу там вопросы такие знаете что типа там ну даже вот как нету у меня там или еще что-то не не задавайте мне этих вопросов пожалуйста пусть это будет ваше с отцом любая жертва кто-то мне говорил что соломон у него было что давать ребята соломон не отталкивался от того что у него было что давать написано друзья мои что без веры угодить богу невозможно и соломон друзья мои угодил не тысячу всесожжений а вера угодила богу и он явился ему что это означает это означает что соломон каким-то образом знал что надо точно как авель написано он свои приношения принес и бог призрел а накайна не призрел почему написано верою авель принес жертву лучшую это значит что вера от слышания и он услышал что хочет отец он специально стал выращивать овец для жертвы авель потому что в те времена никто мясо не ел единственное он принес от первородных ну как там овец будем так говорить он их специально вырастил чтобы принести в жертву вот в чем дело никто не ел мясо ребята никто никому эти овцы не нужны были разве только там на шкуркой прикрыться и и точно так соломон почему 1000 почему не 500 почему не 2000 почему не 20000 пришло время соломон жертвовал и и двадцать две тысячи быков там и сто двадцать тысяч овец и мы еще бы к этому вернемся поэтому вопрос не в том друзья мои есть день я принесу или ну мне кажется что я не обедняю вот от этой суммы услышать надо поэтому я и говорю что если ты оба о своей жертве прежде чем сказать что у меня нету или там наоборот скажу дам столько наверное это неплохо если ты не молился если ты не слышал это все ерунда друзья мои поэтому бог говорит все стада на горах мои если бы я хотел по полакомиться козлятинка или попить ее крови я бы тебя не просил мне жертву приносить поэтому и жертву которую мы даяние которое мы даем это все равно бог дает отец дает мы даем из того что у нас есть вместе с ним для чего это надо серьезность настроения соломона была обозначена этим последнее что на эту тему скажу прошли годы точно как я вам сейчас рассказываю что у меня был наивный период в жизни когда я жертвовал и хотел чтобы бог явился ко мне это сработало вы думаете я тогда не был сыном божиим вы думаете я тогда не был там рожден от духа был сегодня люди они загоняют знаете у нас даже в небесной цивилизации есть такие моменты когда мне люди выходят и говорят о ваши служители сказали кровь христа призывать не надо они сказали мы за исцеление не молимся они сказали и то и это и вот это и мы уже даже в ступоре мы не знаем как нам молиться как нам вообще отношения с отцом строить я говорю господи просто делайте то что у вас еще есть до чего вы достигли живите по такому правилу поверьте если вы достигли до того что очень наш работает она будет работать речь не в произносимой формуле в вашей трансляции в перетекании с отцом если вы раньше это чувствовали молитесь как вы умеете точно так с сдаянием кто-то сегодня там десятина кто-то сеет кто-то жнет кто-то дает и славы если ты действуешь в познании благодать будет умножаться через познание поэтому у меня это сработало 15 лет назад или там 14 я сделал это сегодня но для меня в мой успех очевиден то есть я вырос сильно и честно говоря жалею что действовал не так радикально как мог бы поэтому сегодня я больше даю вот эти уроки о радикальности об авторитете именно для того чтобы уже исходя из своего опыта которым провел меня отец сказать ребята радикальнее надо радикальнее потому что ну действовать не радикально ты тогда просто если ты настроен на радикально тебе нужно поддаешь как погрузиться в дух радикальности в дух вот это дерзновение радикальность если кого-то смущает это слово в библии она называется так дерзновение вот так фу-ууууууу أنешка иду на все и поэтому я призываю все что вы здесь все к чему все что мы здесь проходим молитва должна быть серьезной меня иногда когда пишут мне и говорят помолись за меня лично я говорю слушайте я всегда молюсь лично в эфире вы смотрите мой эфир всегда смотрим там молимся с тобой я г droit скажите мне вы когда я молюсь в эфире Чем занимаетесь? Вы реально погружаетесь вместе со мной, повторяете мои слова, стараетесь пережить что-то. Или вы в этот момент готовите, едите что-то. Или параллельно еще в телеграмме что-то отвечаете. Чем вы занимаетесь, когда я молюсь, транслирую вашу жизнь по мазанию? И люди иногда признаются, говорят, ну да, я немножко легкомысленно к этому отношусь. Я говорю, то есть вы относитесь к этому легкомысленно, а мне сейчас нужно молиться за вас лично. То есть вот писать тексты, записывать звуковые, выходить с вами в видеоэфир. И друзья мои, знаете в чьей роли я выступаю в этот момент? Я выступаю в этот момент в роли Отца Небесного. Он дает все, что может и дал. Но легкомысленное отношение, когда нету коннекта, нету вот этого акцепта. Ты там что-то транслируешь, да там земля полна славы. Понятно, все это понятно. Нам все понятно. Ну давай, там что там дальше? Он говорит, так что дальше? Почему ты не принял? Почему, когда я приходил, никого не было? И мой призыв, друзья мои, настройтесь радикально. Потому что если вы не можете в гаваонский период действовать радикально, как вы будете действовать радикально, когда у вас в бизнесе ситуация будет? В служении ситуация будет? Посмотрите на меня, на какие вещи я иду, чтобы гнуть свою линию. Против всего мира иногда идешь. И научитесь, вот просто действительно, друзья мои, не собой похваляюсь, просто я понял, усвоил этот урок. Без фанатизма ничего не будет. Вот прям реально, без фанатизма ничего не будет. Фанатизм это отношение такое своего рода, ну в хорошем смысле, зашторенное на что-то одно. Я иду, останови земля. Трава не расти, но я иду. Вот это примерно так. Даже отдыхать нужно с фанатизмом. Вот вы когда отдыхаете, там, наслаждаетесь. Мне нравятся люди, которые хотят максимум. Вы заметили, я когда молюсь за людей, я говорю, можно больше принять. Они такие как встрепенутся, иногда на них сходят сильно. Знаете, что это означает? Когда я возложил на них руки, для них это все было, ну так, ну там, что-то капнет. Я говорю, нет, я опускаю руки, я говорю, не молись сейчас, просто тебе надо настроиться, радикально принять. Сегодня будет молитва, наделение в конце. Я призываю всех и каждого, друзья мои, всех, кто смотрит, будет смотреть, в какое бы время, в каком бы году ты не посмотрел эту запись. Здесь все будет работать, проверено на собственной жизни. Итак, приступаем. Простите мне мою пламенную речь, но я хотел это, знаете, как показать вам. Пересмотри еще раз, что ты делаешь в эту Гавовонскую ночь, потому что дальше тебе понадобятся намного более радикальные вещи. Чем, я извиняюсь, там, пожертвовать что-то или помолиться как следует. Либо наступить на эти деньги. Ну, понимаете, либо когда, если ты не можешь, когда у тебя нету рисковой ситуации еще, нету вот этой ситуации, где там приносят тебе и все твое царство на кону, а у тебя в руках меч и тебе ребенка рубить. У тебя еще этого нету. Одна из причин, почему Соломон мог так радикально действовать, потому что он радикально в Гавовоне был. Вот так поставил свое царство и говорит, тысячу быков, просто чтобы Бог на меня внимание обратил. И поэтому он во всем такой был. Он был такой во всех своих делах. Я вам потом так покажу это, друзья мои. Поэтому готовьтесь здесь. Здесь нужно быть радикальным. Если ты входишь в молитву, у тебя должна быть молитва, вот как у Соломона. Ты сейчас, вот просто я тебе, друг мой, слушатель, говорю, еще несколько дней у нас будет праздник. Я его даже, знаете, как назвал, я просто в духе услышал, как мне отец сказал. Это называется праздник «Утро на престоле». Ночь прошла Гавовонская и утро на престоле. Понимаете, как? Круто, правда? Утро на престоле. Вау! Это будет твое новое утро в жизни. Там тебе нужно будет, знаешь, махать мечом радикально, авторитетно. Тебе там народ должен бояться Господа и Царя. А ты сегодня ведешь, знаешь, две овечки, и думаешь, что ты тут реально слезами поливаешь эту жертву. Друг мой, жертва осаляется огнем. Написано, всякая жертва осаляется огнем, а не слезами. Поэтому огонь – это вера, это посвящение. И ничем другим не поливает. Даяние свое, просто вот так вот. Говорю, что имею, то и даю. Это не для того, чтобы с тебя денег поиметь. Это для тебя надо, иначе ты не прорастешь. Итак, друзья мои, все трудные ситуации, мы говорили в предыдущем уроке, все трудные ситуации – это, внимание, чтобы поднять твой авторитет. Это не новость для нас. Однажды, кто с нами движется в последние годы, я сказал, ваша трудность – это наш шанс явить славу. И у нас появилась купальня для исцеления. У нас появилось ходатайственное служение, которое ходатайствует и исцеляет людей. Даже имена их вы знаете, я не буду их называть, но они собираются, у них на каждом зуме исцеляются люди. И это делают служители, которые вообще никогда не исцеляли никого. Возглавляют это служение служители, которых вы не знали. Это было, извиняюсь, просто женщина или там мужчина где-то, никто вообще не знал про него ничего. Сейчас они служат сотням и тысячам людей и исцеляются десятками от разных болезней. Что это такое? А это то, что мы сказали. Мы не будем бегать от проблем. Ой, там, знаете, пусть кто-то помолится, у кого помазание есть. А мы сказали, как сыны, это же круто. Если у тебя есть проблемы, иди ко мне. Как минимум я предприниму даже не попытку, а высвобожу трансляцию. И сделаю все для того, чтобы слава явилась. Бывает такое, что мы не увидели какого-то результата. Ну и что? Есть много случаев, когда мы увидели результат. Служение выросло, помазание выросло. Точно так и здесь. Все трудные ситуации, друзья мои, мы говорили за вот этот первый опыт Соломона. Он знал, что теперь после этой ночи трудная ситуация, это не атака на мое царство. Знаете, вот как мы так привыкли думать, религия нас научила. О, конечно, как только помазание, сразу дьявол накинулся. Ребята, после того, как ты понял, кто ты, любая ситуация сложная, это шанс явить авторитет и славу. Как люди узнают, что ты царь, если ты не можешь решать проблемы? Друзья мои, верующие, сыны Божьи, это личности, которые могут решать, внимание, реальные проблемы на этой земле. С нами должно быть очень вкусно жить. И поэтому это первое правило восклоненных. Когда пришла беда, эпидемия, еще что-то, что? Он говорит, это ваш шанс. Пришла трудная ситуация, это не для того, чтобы тебя погубить. Это для того, чтобы слава явилась в этот момент. Поэтому будь готов, как мы говорили, после этой ночи рассматривать, первое, что с твоим мышлением должно произойти в Гавоне, рассматривать любую трудность, как шанс проявиться, авторитет. Твой авторитет начнет расти, как на дрожжах. Конечно, к тебе посыпятся разные вопросы, люди будут спрашивать, а то, а это, а реши мою ситуацию. Ну, как бы, круг нуждающихся вырастет. Но и слава будет расти соразмерно. Помните, да, с Иисусом так было, толпы приходили, он решал их проблемы, даже запрещал говорить о себе. Но, поэтому, если ты, но слава распространялась. Поэтому, если ты сегодня хочешь набирать обороты, объем, и мы сейчас говорим в контексте финансов, даже если у тебя сейчас долги, подумай о себе сегодня так, что если у тебя долги, даже если у тебя долги, у тебя все равно есть власть решать чью-то проблему. Я начал, друзья мои, заботиться об успехе людей, когда обо мне сложно было сказать, что я успешный. Сегодня через меня получили успех люди очень многие. Они просто, знаете, некоторые из них мне пишут и говорят, я мечтать не мог, не могла, что я буду жить такой жизнью, как сейчас. В те годы я только мечтать мог о таком, чтобы мне такое говорили вообще. Но сегодня это много, кто так говорит. Почему? Я закасал рукава и решал их вопросы. И поэтому мне нужно было то, о чем я сегодня буду вам говорить. Это помазание. Скажи, помазание. Забегая вперед, я хочу вам сказать, друзья мои, перед праздником, утро на престоле, перед этим праздником, у нас будет специальная молитва. Буквально за руку я поведу тебя в этот созерцательный опыт встречи с отцом. Не то, чтобы тебе нужна была встреча, потому что ты с ним расстался. Я имею в виду сознательное с ним общение, где ты сможешь, как Соломон, сказать, открыть свое желание с благодарением. Буквально ты будешь находиться в состоянии, как вот отец тебя окутает и скажет, что ты хочешь. Это осознанное открытие своего желания. Мы сделаем это вместе. И после того, как ты это озвучишь, ты пойдешь праздновать, потому что ты почувствуешь, как будто бы, что вся вселенная зарегистрировала желание Сына Божьего и кинулась его исполнять. Мы будем вот в этой молитве. Обязательно, перед праздником. Это уже будет через пару уроков. И забегая вперед, мне очень много сыпется вопросов про жилища. Друзья мои, у нас будет о жилище, квартира, дом, специальный урок о жилище царя, который я буду показывать вам, каким образом появляются дома, квартиры у таких, как мы, царей, сынов Божьих. И там будет специальная молитва за твое жилище. Поэтому, друзья мои, я вас в этом ГВО не призываю, давайте серьезно. Ты же квартиру всерьез хочешь, дом всерьез хочешь, бизнес всерьез хочешь, процветание всерьез хочешь. Делай все серьезно. Все делай серьезно. Итак, Соломон поставил все. Ставишь ты все на свой успех или не ставишь? Я вообще считаю, что это один из эталонов. Знаете, как вот сказано, что царство подобно купцу, который ищет хороших жемчужин и если находит, ну все продает. Вот, если, знаете, как определить серьезно, ты настроен или нет. На ту идею, вот если у тебя приходит идея по бизнесу, по служению, по процветанию, вот. Если ты готов на это поставить все, эта идея чего-то стоит. Это хорошая жемчужина. Если ты на это не готов поставить все, а хочешь так попробовать, там, кинуть пару долларов туда, посмотреть, что будет. Это неплохо. Иногда испытать, там, пару долларов кинуть. Но знай, эта идея еще не серьезная. Пока ты не готов в нее вложиться, прямо реально, потратить время, включить все ресурсы, которые только есть, чтобы овладеть этой идеей, воплотить ее, это ничего не стоит. Реально, даже не берись за нее. Я рассказывал свой пример, что буквально я готов был на все. Я и сейчас готов на все. Мы с Олей иногда садимся и говорим, вот давай сейчас представим фантастическую мысль, что у нас ничего нет. Ну, мы такие сразу говорим, нет, ну, у нас же что-то уже есть. Я говорю, ну, мы живем как не имеющие. Вот давай сейчас, скажи, вот, если мы сейчас потеряем вот это, 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 мы с тобой что будем делать? Я отгрызу тебе уши от злости, а я тебе сломаю нос. Да все, мы разведемся там. И мы ржем, мы просто смеемся. Потому что ценность отношений есть. Знаешь, как, вот хоть бы все. Я иногда встречаюсь с людьми, которые мне говорят, вот, понимаешь, у нас из-за денег в семье отношения нарушились. Я говорю, и говорит, нам сейчас нужно заработать денег, тогда у нас отношения наладятся. И знаете, что я отвечаю, друзья? Я отвечаю вот что. Поверьте, если у вас разрушены отношения, и у вас появятся деньги, вы не понесете друг другу деньги. Вы эти деньги пойдете тратить на кого-то другого. Ну, просто твой муж, он найдет себе женщину и будет ее там спонсировать. Почему? Ну, да разве? Да сто процентов. Отношений же нет. Как он будет на тебя тратить деньги без отношений? И поэтому денег не будет. Отец будет спасать вашу семью специально без денежей. Вот так вот я скажу. Поэтому отношения. Ладно. Итак, поставить все, это и есть признак того, стоящая идея или нет. Соломон поставил все на первую же, все свое царство на первую же пришедшую ситуацию. Почему на первую же? Мы чуть-чуть вот сейчас ту тему закругляем. С мечом Соломона. Почему на первую? Потому что, друзья мои, смотри, наша логика. Надо подождать удобного случая. Удобного случая. Надо высмотреть. Ты в этих удобных случаях, скорее всего, запутаешься. Берись за первую же ситуацию, которая тебе кажется сложной. То есть, эту свою жемчужину не ищи долго. На самом деле, эту жемчужину вопрос не в том, что где она лежит, а вопрос в том, что готов ли ты ее рассмотреть. Потому что свою жемчужину можно искать годами и ничего не найти. А еще еще находит. Ты в этой ситуации, когда ты оказался, помните наш принцип, когда оказался в какой-то ситуации, сразу спроси себя, кто тут главный? Если это не вопрос, что я здесь главный, если такого ответа нету, не ввязывайся в эту ситуацию. Главный я здесь. Ты должен чувствовать, что ты доминируешь ситуацией. Это не какое-то надменное накручивание, это глубокое осознание, что у тебя была ночь. Помните, когда две блудницы пришли? У них там своя ночь была. А у Соломона своя ночь была. И его ночь, она поглотила все ночи, что называется. Поэтому это глубокое осознание, кто ты, оно позволяет тебе видеть жемчуг, друзья мои, во всем. Непроворным достается бег. Твоя способность видеть в ничтожном, драгоценное, это и есть жемчужина. Вот такая способность, это и есть жемчужина Царства Божьего. Она говорит, да здесь это Египет, плохая земля, чтобы сей и тирать. А жемчужина внутри Исаака, если я не ошибаюсь, она говорит, вот здесь, давай, сейчас мы покажем, все покажем. То есть видеть, вау, друзья мои, просто такая слава. Теперь мы переходим к главному. Вот этот кусок, который я сейчас наговорил, это вообще, его надо отдельно переслушивать перед каждым уроком. Все серьезно. Теперь, друзья мои, мы говорим сегодня, наша тема сегодня это царская еда, помазание, еда царей. И помазание, друзья мои, царствование вообще предполагает, слушай меня очень внимательно, царствование, управление, правление, расширение владычества. Внимание, оно предполагает не фишечки, не такие фишечки, что тут сделал, что-то там сделал, тут что-то применил, сработало, не сработало. Нет, царствование, правление предполагает постоянное взаимодействие с помазанием. Услышьте меня, царствование, повтори это вслух, скажи, царствование, то есть правление, предполагает мое постоянное взаимодействие с помазанием. Нет помазания, нет царства. Теперь я хочу спросить вас. Когда был помазан Соломон в царя? До Гаваона или во время Гаваона? Или после Гаваона? Давайте зачитаем это. Третье царство 1.34. Указание Давида. И да помажет его там садок, священник, инофан пророк в царя над Израилем, затрубите трубой и возгласите, доживет царь Соломон. Третье царство 1.39. И взял садок священник, рог с елеем, из скинии, и помазал Соломона, и затрубили трубой, и весь народ восклицал, доживет царь Соломон. Вау! Представь тот момент, когда все небеса говорят, доживет царь Яковишин. Или, например, Иванов, Петров, или через забор ногу за Дзерищенко. Как бы ни была твоя фамилия, и как бы ни было твое имя, вселенная объявлена, доживет царь Иисус, включая твое имя. Это здорово. И это с Соломоном, друзья мои, это произошло до Гаваона. Это еще произошло до того, как он устранил причины долгов. Это произошло в самом начале. Это начало-начал. Он был помазан. И у меня к вам вопрос возникает. А почему тогда он не взял, не воспользовался мечом Соломона до Гаваона? Ну, сразу не проявился, как мудрый царь, там еще что-то. Зачем нужен был Гаваон, если он и так уже помазан? Или, например, зачем Иисусу нужна была там пустыня 40 дней, если он уже и так на Иордане был помазан, и на него было указано, как на царя? Для чего? В эту ночь, как и Иисус в пустыне, он должен был понять все-таки, кто он. Это было помазание, которое он получил. Он должен был овладеть им. Как Иисус после этого вышел и сказал, «Дух Господа Бога на мне, я буду исцелять, отворять темницу». Он такие дерзкие заявления сделал, не сотворив еще ни одного чуда. Представляете? Соломон тоже, не сотворив ни одного чуда, после ночи вышел и устроил праздник. Он знал, что теперь все будет хорошо. И мы так сделаем. Гаваон нужен был для осознания, и если, как мы любим это слово, активации, помазания, он должен был почувствовать, что он помазан делать то или иное. Ему нужен был этот разговор с отцом, который сказал ему, «Ты помазан». Точно как с Иисусом. Помните там, если ты сын там сотворил, он говорит, «Нет, это не та ночь, в которую я буду что-то творить. Это та ночь, в которую я буду осознавать». И все давление у Иисуса в пустыне было связано с осознанием, что он помазан. Помазан. Дух Господа Бога на мне. Сейчас я выйду из пустыни, и это будет работать. И написано «И вышел в силе». Соломон после Гаваоновой ночи также вышел на царство. Было утро на престоле. Потрясающее утро на престоле. Халилюя. Ой, друзья. И поэтому ты помазан, но извлечь из этого пользу, из того, что ты помазан, друзья мои, можно лишь обратив внимание на то, что ты помазан. И одна из задач, вот сегодня мы это делаем, и последующие дни, одна из задач, тебе нужно обновить свое понимание, осознание и чувствование в помазании. Это именно помазание учит нас всему. Это именно помазание учило Соломона, где махать мечом, где что говорить и как делать. Это помазание учило его. Друзья мои, не какая-то, знаете, философская премудрость, не тетя София с небес приходила говорить и его уши, как сейчас модно говорить, что какая-то есть София, которая там мудрость. Друзья мои, ну, понимаете, это образ, я не против этих образов. На самом деле, помазание учит. Дух Господа Бога на мне, сказал Иисус, а не, ну, тетя София тут на ухо мне шепчет. Ну, я не хочу никого обидеть, друзья мои, просто, ну, мы все говорим радикально. И поэтому, извлечь пользу из помазания, я говорил об этом в других своих видео, и всегда связываю успех с помазанием. Если ты хочешь реально ошибаться как можно меньше, действовать как можно радикально, если ты хочешь иметь на себе позитивный все время заряд, вот этой радости, елей радости, это помазание. И поэтому об Иисусе было сказано, что помазал его елеем радость. Ну, вы все это знаете, может, кто-то даже лучше меня. То есть, скажу вам даже сразу, если ты бизнесмен, поверь мне, если ты не будешь жить в торжестве, скорее всего, твои доходы будут как завявший листик. Все время они будут такие вниз туда-гуда-гуда. Во-вторых, скажи помазание, помазание. Друзья мои, я хочу, чтобы это обновлялось у вас. Царство написано, Царство, это праведность, мир и радость, в Духе Святом. То есть, практически, сокращая эту формулу, говорится, Царство равно помазание. Царство в помазании. Благословение Авраама в излитом на тебя Духе, в помазании. То есть, благословение Авраама, это не просто какой-то там, знаете, печать, ну, как будто какой-то достойности. Благословение Авраама, это, которое написано, Бог благословил во всем. В чем всем? Авраам что, стал в небеса входить после этого? Он стал мистический опыт какой-то иметь? У него еще не было. Авраама Бог благословил во всем, что его боялись цари. Он побеждал сражения. Он имел классную свою семью, то есть, стал родителем поколений. И, главное, у него бабла было, ну, денег было столько, что просто, ну, Авраам был миллиардером, чтобы понятно было. Его стада огромные были, владения огромные, цари с ним считались. Поверьте, у него не было титулованного звания царя, но цари его уважали. Теперь я вам задаю вопрос, кого уважают сегодня цари? Цари уважают только тех, у кого есть деньги. Вот давайте по правде. Цари уважают только тех, у кого есть деньги. Они вот видят, что у тебя состояние, они тебе могут там резервное хранилище передать, там разрешить доллары и печатать. Цари это делают, когда видят, что у тебя есть деньги. Корпорации создаются, вы все знаете об этом. Не будем сейчас. Так вот, у Авраама было денег очень много. Цари его уважали. У него было помазание, у него были ангелы, у него был дух святой, который говорил царям о нем, и они его уважали. Но еще у Авраама были деньги. Так вот, когда говорится, что на тебя излился, ты получил обещанного духа верой, чтобы благословение Авраама было на тебе. Мы в других видео это говорили. Говорится о том, что практически в помазании, в том числе, есть все, что было у Авраама. В помазании. И поэтому, друзья мои, в помазании жизнь, в помазании правления, в помазании радость, помазание это еда, воздух и пища, рожденных свыше царствующих сынов. Как я уже говорю, кто-то рассказывает, что типа, зачем помазание, мы тут боги. Ну, бог пришел на землю, ему понадобилось помазание на разуме, чтобы царствовать. Прилюдно это произошло. Забегая вперед, скажу, что и сыном его отец назвал прилюдно, после того, как на него сошло помазание. Этому тему еще мы разберем потом. И последнее. Друзья мои, помазание очень сильно связано со здоровьем. Странно, что я, возможно, в этом курсе об этом говорю, но я скажу вам, все, у кого есть деньги, пытаются долго жить. Как только у человека появляется много денег, следующее, о чем он думает, как бы это продлить и насладиться этим подольше. Именно поэтому при мудрости долгоденствие равно не тление в правой руке. Не тление. Кто бы из вас хотел жить в таком проклятии, поцарствовать на эти большие деньги, большая слава, большой успех и прожить два года? Наверное, это худшее проклятие, если бы у тебя вообще денег не было. Вот реально. Получить все и умереть, это еще хуже, чем если бы ты не умер. Знаешь, когда у тебя ничего нет, ты нищий, умер, для тебя это вообще как утешение какое-то, как бедный лазарь. Его отнесли, там ангелы, все там хорошо у него. Но достичь всего и умереть ненасыщенные днями, это проклятие. Даже Соломон об этом говорил. Поэтому долгоденствие, это всегда часть преуспевания. Я хочу, чтобы, когда на тебя в этом уроке будет сходить помазание, потому что еще мне есть что сказать. Я хочу, чтобы ты принял даже свое исцеление. Я пообещал отцу в начале своего служения, что я всегда буду молиться за исцеление. Меня удивляют служители, которые такие уже познавшие, что они говорят, мы за исцеление не молимся, мы нетленные. Ну понятно, то есть Яковишин нетленный молится за исцеление, а кто-то нетленный не молится за исцеление. Я знаю одно, что когда человек здоров и тело его славится, расходы на содержание тела исчезают. Ну, я не имею еду, но медицинские, поддерживающие. Тебе не нужны никакие дурацкие биодобавки, потому что все это подпитывает тело, которое не являет нетления. Это нужно только для этого. Я уже молчу, сколько бы женщины сэкономили на кремах и всего, если бы они являли вот это все. Долгоденствие даже не в левой, в правой руке премудрости. И долгоденствие это не тление. Поэтому об этом заботится помазание. Ты будешь молод, ты будешь свежий, ты будешь красавчик. Но я еще позже об этом скажу. Жить богато, славно и недолго, друзья мои, это не благословение, это реально проклятие. И даже мирские знают, мирские знают, никто не хочет разбогатеть. Все, кто богат, они стараются долго жить. Ротшильдеры, Рокфеллеры, они сразу думают, как там, инвестируют деньги, чтобы узнать, как все-таки продлить себе жизнь. Ну, хоть на 10, на 20, на 30 лет. А у нас нет тления. Вау, вау. И последнее. Про помазание, как про основу процветания, друзья мои. Про помазание, как про основу процветания. Мы еще будем говорить. Это только начало. Это всего лишь одна из граней. Мы будем говорить про помазание, как про одну из граней процветания для тех, кто не хочет заниматься бизнесом. Я знаю, среди слушателей очень много есть тех, кто процветания хочет, а заниматься бизнесом не хочет. И у меня для вас хорошая новость. У нас курс многогранного процветания. У нас обязательно будет урок, где мы будем рассматривать именно эту категорию граждан, которые не хотят ввязываться в бизнес, но хотят процветания. Но я вас призываю, если ты хоть немножечко, тебе интересно, как работает бизнес, все-таки настройся на делание денег. Вот как пчелка приносит мед, будешь делать деньги. И это не будет бизнес, как ярмо какое-то. Это будет такое же царствование, это будет азарт приумножения финансов, как делать деньги. Не работать, а деньги делать. Потому что те, кто много работает, им некогда делать деньги. И вот мы обязательно эту грань еще используем. А сейчас, дорогие друзья, как все мы делаем это в Гаваоне, я предлагаю вам посмотреть отрывок из нашей конференции в Санкт-Петербурге, которая посвящена многогранному процветанию. И этот отрывок он будет как раз о помазании. Все, что я хотел вам сказать в этом уроке, заложено в этом видео. Прошу внимания. Отец, давай поднимем руки. Спасибо тебе, господин радости, отец радости, отец славы, отец победы. Спасибо тебе за то, что долги мои обрушиваются. Они уже ушли, они уже исчезли, и процветание бушует в моей жизни цветом, плодами, потоками, сиянием все мое. Теперь подними правую руку и скажи процветание! Не здесь! Процветание! Не здесь! Процветание здесь! скажи здесь больше Соломона! Покажи на свои уста, скажи меч обоюдоострый, проникающий до глубины разделения составов и мозгов, души и духа, судящее помешление намерения сердечные здесь. Аллилуйя! Одни миллионеры! Можно тебя попросить сказать, попроси у отца, чтобы никогда, никогда, никогда ты не выбрал миллион долларов вместо миллиона возможностей. Однажды Рейхард Бонке шел с ним удачной евангелизации. И говорит, отец, нету денег ни на стадион, ни на что, и вдруг отец его спросил, Рейхард, хочешь, я дам тебе миллион долларов? И он говорит, я упал на землю, заплакил и сказал, отец, дай мне миллион человек, дай мне миллион человек, мне не нужен миллион долларов. И это служитель, божий комбайн, который видел многие миллионы душ и многие миллионы долларов. Халилюя! Мы сегодня сейчас будем погружаться в помазание. Это кульминация. Если ты не запомнишь ничего, но помазание, полюбишь помазание, у тебя будет все. Царство Божие, любимое, оно подобно купцу, ищущим хороших жемчужин. И о нем написано, что когда он находит одну, он делает ставку все на нее. Я нашел в своей жизни такую жемчужину. Имя этой жемчужине помазание. Это присутствие и сила Бога на моей жизни. Когда встает вопрос процветания, это деньги или помазание, я говорю, нет, даже не попусти мне думать, что процветание это деньги. Помазание процветания мое. Каждый, когда приходит хотя бы копейка в мою жизнь, я говорю, это не процветание. Процветание это помазание, это управление, это царство, это то, на что сделал ставку Соломон. Отец помазал его мозги и все вся жизнь. Он отодвинул сторону Тельцов, пожалуйста, репутацию, пожалуйста, царство, хорошо, рискнем и царством, но дай мне это. Именно поэтому он и носит имя сына Давидова, точно так, как Иисус. Премудрости Божьей, точно так, как Иисус. Восседающим на престоле Давида, точно так, как Иисус. Это царство, которое показало во всей полноте, каким будет царство сына. Изобилие, преуспевающий народ, а не один только царь. До этой славы не дожился никто в религии. Религия оставит себя Моисея. Сын рождает сынов. Как бы это ни было сложно, как бы ни было сложно поступиться, оставлять в свободе людей, мы будем это делать всегда. И отпускать, и давать подниматься, и высвобождать, потому что царство Соломонова, царство сына, оно царство преизобильное, мирное, где процветают даже рабы. Именно об этом царстве говорил блудный сын, когда возвращался и говорит, да там рабы избыточествуют хлебом, не лезет, куры не клюют, я пойду туда, я хочу в это царство. И так случилось, что он еще не знал, но ему предстояло узнать, что он и есть тот самый воскресший сын, который будет рулить в этом царстве. Ну и что, что было позади? Какая разница, что ты промотал? Помазание на управление решит все. Это как печать, которую тебе будет позволено ставить под любым договором и просто разбираться, выгодно, невыгодно, выгодно, поставил, нет, значит, не поставил и все, нет, мы не ставим, мы не расписываемся помазанием на всяком фуфле, мы не продаем его, мы подписываем только те договора, если так можно сказать, за которыми стоят города, народы и великие Божьи вещи. Халилюя! Вот это и есть процветание! Поэтому, когда ты просишь народы, как Соломон, дай мне народ, ты получаешь управление и все деньги этих народов. Достоянием народа написано, народов будете пользоваться. Но, пожалуйста, не выбросьте из этой схемы сам народ, людей, потому что их достояние будет принадлежать помазанникам, вам, избранным, сынам. Но, пожалуйста, пусть они едят не хуже вас, чтобы царица южная, когда придет посмотреть, что ты тут науправлял, она не сказала, почему твои слуги присмыкаются, Бога едят или еще что-то. Амин! Как ты получил свой удел, давай им свои уделы. Отпускай, благословляй, все будет хорошо, хватит на всех. А если он промотает, так ведь и ты когда-то промотал. Не таким-то верным управителем ты был, но разве не нашлось у отца что-то для тебя? Нашлось и немало. будь будь как отец. Всем людям нужны две личности в одной. Друг и отец. Поэтому он пришел и сказал, я друг и я отец. Вот это служение сына. Понятно? Обними кого-то рядом, скажи. в каком чудном царстве мы живем. Аллилуйя. У нас еще есть что послушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошее научное слово Друзья, скажите, возделывать свое состояние – это легко? Пока навык не появится, могут быть трудности Потом, когда появится навык, никаких проблем Как и во всем Чуть-чуть потренироваться и все Для меня вызов жить в торжестве был очень жестким, как я и говорил Сначала, когда отец мне сказал, я тебе хочу расширить твое владычество, влияние Но условия жить в торжестве Я такой, никаких проблем Торжество, так торжество Ну, где-то денька-два я так справлялся И ничего не случилось Мы всегда думаем, и сразу пришли проблемы Никаких проблем не пришло Просто сидел вот так вот, как-то вечерком, думает Эх, а что еще торжество? Торжество Такая вот какая-то грустиночка заскочила Так вдаль посмотрел, там что-то подумал Через минуту уже такое чувство Все, ты под землей сидишь В темнице сырой И в этом состоянии торжество кажется такой глупостью Вы читали, когда Соломон сидел в депрессии, он такой И сказал я о веселье Глупость Серьезно Значит, книга «Экклесиаст» это вот такая депрессия Человек, уставший от жизни Уже там ни женщина его не удивишь, ни мужчина И там, короче, понятно Перепробовал все оккультные практики, которые только могут Ну все знают И поэтому он такой Веселье уже глупость И заметьте, как он путается там в показаниях Кто говорит, самое лучшее, что может быть Это радоваться доле Господней Потом говорит, веселье, глупость Кричу, вот этот человек типично в депрессии Не читайте книгу «Экклесиаст» Зачем написал? Очень просто Это, вот знаете, как Книга «Экклесиаст» это вот Вот фраза «Не умничай» Это об этой книге Потому что, когда читаешь его притчи Думаешь, красавчик Читаешь книгу «Экклесиаст» Думаешь, что это вообще Не спроста там написано «Притчи Соломона», а тут какое-то слово придумали «Экклесиаст» Вот как только ты начал себе псевдонимы придумывать Вот это все Я шучу Книга Вы знаете, что, друзья, иногда люди, когда думают, что Библия – это сплошное слово Божие Им надо разобраться, что в Библии содержатся слова дьявола, находящихся в депрессии людей То есть, если ты не находишься в Духе Божьем, ты даже не поймешь, к чему это сказано Подставляться под каждое слово из Библии Так можно, как Иуда, повеситься Да Ну, помните эту, да? Тыкнул в Библию там Господи, что ты мне скажешь? Иуда пошел и удавился О, не, не, что-то не то Давай еще раз Иди и поступай так же Господи Ты что, на что ты меня толкаешь, да? Халилюя Скажи, помазание Мне понравилось, как мы тут оторвались, вообще классно Посмотри, две минуты Вот две минуты, раз и Помазание почувствовал Вообще классно Мне в этом подходе нравится вот Смит Вигглсворт Из Деву, в пример, привожу Его спрашивали, вы что, все время так вот просыпаетесь в Духе? А он все время, он культивировал жизнь в Духе Он говорит, заплати любую цену, ходи в Духе Все, это стоит всей жизни И говорят, и вы все время в Духе? Ну, не было, с утра проснулись И нет настроения плохо себя чувствовать И он отвечает Дело в том, что, когда я просыпаюсь Меня не волнует, что чувствует Смит Вигглсворт Я знаю, как он должен себя чувствовать И все Дай отцу славу Самая дорогая цена, друзья, у депрессии Это стоило одному человеку целого пира А вы знаете, что это означает Слишком дорого лишиться всего торжества Из-за плохого настроения Ты когда начинаешь плохое настроение Ты начинаешь молчать С хозяином не разговаривать Он говорит, друг, ты как здесь? Он написано, молчал Знаешь, что такое? Когда ты в депрессии Ты не разговариваешь Торжество заканчивается И никто тебе Вы знаешь, когда говорит Так что его прям вышвырнут Ты чувствуешь себя лишенным торжества Не вопрос даже, вышвырнули тебя или нет Но именно так ты себя будешь чувствовать Типа, что не веселяться? Сказал я веселье Глупость Что это Дейка Вишн собирается в уединение И все пляшут одну и ту же песню Хорошо, хорошо Смотрите, друзья, что мы сейчас делаем Ко мне просто обращались люди После второго собрания Типа, хотим так же, как ты Пожертвовать, поговорить Никаких проблем Мы будем собирать пожертвования В конце собрания Если вы хотите именно для себя Совершить что-то особенное Если вы реально так вот поняли Что вам так надо сделать Мы не будем это делать масло Подходите к нам с Олей Мы отдельно за вас помолимся Хорошо? Мы не будем это делать Что давайте сейчас все тут жертвенник Выставим Не надо Даже не то вообще Хорошо? Кто подходил, вы знаете Просто когда будет идти пожертвование Молитва и причастие Подойдете к нам Сделайте, как вы хотите Мы вас благословим в вашем откровении Лично в вашем Вы поймите Шаблон не сработает Потому что меня никто не убеждал это делать Это было вот 2008 год Сколько лет прошло? 12 лет 13 Хорошая цифра Столько всего произошло за эти годы Но я точно знаю Нигде не было никакой накатанной колеи Никогда Все взорвалось Разлетелось в клочья старое И качественно новое Я еще по своей глупости иногда Думал Я хочу, чтобы уберечь от этого И у кого-то из вас, возможно По своей глупости я думал Что это Я всегда все воспринимал Как атаки Которые бьют мне в лицо Я не понимал Что появляющиеся ситуации Это чтобы поднимать мой авторитет Но сегодня я проповедую это Я говорю Видите бедствия Катаклизмы Пожары Написано Восклоните головы Ваш час настал Соломон После этой ночи Он быстренько распознал эту ситуацию Он же сел судить Сел управлять Моментально Я хочу сказать всем Кто хочет двигаться в предпринимательстве Ты должен быть как купец Который ищет хороших жемчужин Если надо Покупает все поле С этим сокровищем Тратит все на это Постоянно делать ставку Вот хочешь быть успешным в любом деле Вот тебе секрет Постоянно Считай издержки Что это означает Будь готов поставить все Даже я тебе скажу Как проверить Стоящая идея или нет Если ты не готов поставить все Идея ничего не стоит И в царстве все так Давай отцу славу дадим Если ты не готов за это заплатить Все Это не значит Что ты это купишь Это значит Что это чтобы заработало Ты не должен работать полдня По 50 на 50 Или работай Или не работай Но лучше не работай Мы же не копаем Не просим И не зарабатываем Правильно Поэтому когда пришла возможность Соломон Представьте Все свое царство Поставил просто Вот за эту ситуацию Наком Вот так Ну и ладно Вот это и есть тот принцип Вот это и есть меч Соломона Мощный Потрясающий меч Он острее Написано Любого меча Отцу было угодно Его поставить этот меч Вместо меча Давида Вот это махание шашкой Никому не надо Умножение владычества Оно зависит именно от этого меча И духом уст поражает нечестивого Понимаете Из сердца проникает Сейчас мы за помазание еще поговорим Это потрясающий меч Сегодня я имею власть учить об этом Потому что много лет я изучал Что это за явление Природу этого явления Ничего круче Вот этих разумных уст И слышащего уха Не существует Именно отсюда родилось Вот созерцание Потому что когда ты слышишь Следующее чему ты учишься Это ну вот так вот Ты видишь Потому что ты начинаешь мыслить Ну короче я не буду сейчас в это углублять Ну смысл Все началось именно с этого В бизнесе Лучше этого не существует ничего В предпринимательстве тоже В основном люди не лезут ни во что Потому что боятся прогореть От этого страха надо избавиться Иногда прогореть несколько раз И все И что вообще загнаться Нет Как в служении Знаете сколько раз я начинал А если снова прогорешь Еще раз начну У сына есть свойство Вылазить как росток из сухой земли Понимаешь А кто еще вылезет Если не ты Кого еще насадить в сухую землю Чтобы показал там Ведь вылезти из сухой земли Друзья Это означает Что насажден ты не в земле А во дворах господних Насаждение господа Не вылезет росток из сухой земли Не вылезет Вылезет только то Что насаждено в небесных местах Но вылазит Видимо из земли Поэтому я говорю Здесь на небесах Здесь на небесах Амин Давай отцу славу дадим Смотрите друзья Я сегодня о помазании Скажу несколько вещей Которых я еще очень редко где говорю Но это очень классно Что такое вообще помазание Помазание это Дух Святой Но Как вчера мы упоминали Святой Дух Он выступает В ипостаси личности Когда ты с ним общаешься А иногда И чаще всего Он выступает В роли Этакой Субстанции Небесной С которой ты можешь обращаться Которую ты можешь Использовать Крайности в этом деле Почти недопустимы Но Воля отца Заключается в том Чтобы прежде даже Чем ты научишься Со Святым Духом Общаться как с личностью Ты научился с ним Общаться как с помазанием Вот тебе дали Используй Почему? Потому что Многие люди Они так уважают Святого Духа Что когда я им говорю Используй его Они говорят Нет Это как реликвия у них Нельзя Это так свято Я помню Когда искал Место для собрания У себя в Минске Смотрю На горе стоит Какое-то треугольное здание С крестом Всегда пустое Никого нет Я оттуда послал Помощника Я говорю Ну узнай Он пришел Такой в недоумении Говорит Не пускают Я говорю Чего? Он говорит Они мне сказали Что здесь Такое святое место Что сюда Людям вообще Нельзя ходить Такое святое Я говорю Так зачем Они его построили Вообще Ну вот так Бездельники Здесь Да Бездельники Это Вот это да Слыши Это 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 Практически Соломоны Вот здесь Бездельники Он тоже такой Ну господи Все есть Что еще делать Дай хоть С мозгов Что ли Чуть-чуть Амин Друзья Надо запомнить С этого дня Схожесть царства Которое было У Соломона С царством сына Иногда у нас Царство Оно имеет Такой формат Каких-то там Вещей неправильных Ну даже Агрессии Определенной Царство Соломона Это царство Процветания Царство Такого Наследия И здесь Царство Где не нужно Махать мечом Достаточно Говорить устами Но говорить Авторитетно Вы запомнили Это Это Как купец Который ищет Хороших жемчужин Вот за этот Момент Можно все отдать Все остальное Будет точно Это Тоже запомни Так И для бизнесменов И предпринимателей Авторитет Скажи это слово Авторитет Авторитет Возникающий На вот этих Радикальных Ситуациях Где ты пользуешься Эти к мечом Это прямая Дорога К инвестициям В твою жизнь Тебе дадут Все Знаете Вот как раньше В России Говорят Честное Купеческое Слово Сейчас даже Звучит смешно Какое Слово Вообще Договор На 15 Страницах Ни о чем Что Не пункт Все надувалово Какой-то Не точно Формулировки Точки Запятые Думаешь Да Где же Оно Честное Купеческое Слово Все Нету Больше Слова Стали Ничего Не значить И знаете Что это Такое Это Дух Антихриста Который Восстает Против Вообще Самого Понятия Слова Ты Здесь Аллилуйя Авторитет Друзья Мои Это То Что Позволяет Реально Управлять Финансовыми Потоками Потому Что Деньги Люди Дадут Только Тем Кому Верят Если Ты Хочешь Привлечь Свой Бизнес Инвестиции Если Ты Хочешь Реально Чтобы Люди Не Боялись Тебя Давать А Лучше Даже Хотели Поучаствовать Вложиться В тебя Нужен Авторитет Попроси Как Мы Сегодня Уже Молились Попроси Чтобы Ситуацию Которую Даст Тебе Отец Вот Эту Жесткую Где Нужен Радикализм Чтобы Ты Не Проморгал Это И Есть Та Самая Жемчужина Путевка В Жизнь Не Важно Даже Если У Тебя Есть Бизнес Ты Хочешь Расширяться Может Быть Ты С нуля Знаете Мы Говорим За Соломона Но Ведь Он Отрешился От Всего Что Имел По Сути Все Что К Нему Пришло Это Пришло Даже Не Из-за Давида Он Получил Просто Свой Шанс Инвестиции Пришли И Он Стал Очень Крутым Мужиком Амин Аллилуйя Давай Отцу Славу Дадим Иисус Пришел Начинаем Двигаться В помазании Иисус Пришел И Говорит Не Спрашивайте Что Нам Есть И Что Нам Пить Как Вы Думаете Он В Этот Момент К Богачам Обращался Или Нет Богачи Сильно Так Не Парятся Что Есть И Что Пить Они О Чем То Другом Парятся Парятся Это Волнуется Если Кто Не Знает И Он Говорит Обращается К Что Есть И Что Пить Это Не Вопрос Вот Этот Вопрос Что Нам Есть Это Не Вопрос От Богачей Это Вопрос От Достаточно Людей Которые Перебиваются Кое Как В Жизни Что Есть Что Пить Как Детей В Школу Отправить Постоянно Забота Об Этому И Он Объясняет Вместо Того Чтобы Дать Им День Он Говорит Теб Надо Искать Царство На Тот Момент Они Еще Должны Были Вы Искать Потому Что Они Не Знали Как Это Вообще Что За Помазание Или Еще Что И Он Говорит Ищите Царство Ищите Царство Теперь Как Поет Товарищ Патрик Где Она Кстати Патрик О Патрию Царство В Духе Святом Здесь И Сейчас Скажи Царство Это Праведность Мир И Радость Во Святом Духе Берем Начало И берем Конец Царство Много Чего Там Есть Во Святом Духе Все Что Только Есть О Царстве Оно Только Во Святом Духе Никакого Царства Помимо Святого Духа Где-то В Космосе Не Существует Царство В Духе Святом Ну В смысле Ты имеешь Ввиду Сила Царства Я имею Ввиду Все О Царстве Присутствие Отца Престолы Там Потоки Называй Все Что Хочешь Это Все В Духе Святом Вне Святого Духа Вообще Ничего Нету А Царство Тем Более Амэн Скажи Царство В Духе Святом Вот Это Когда Отец Мне Помните Я В видео Часто Расскажу Он Мне Сказал Заморочься На Помазание Просто За Фанатей Зациклись Уцепи За Это Вот Когда Он Мне Это Сказал Это Была Ключевая Фраза Царство В Духе Святом На Которую Он Меня Просто В Буквальном Смысле Слов Я Вам Просто Как Всегда Вываливаю Как Есть Он Как Резиновую Шапочку На Мою Голову Натягивал Эту Фразу Я Думал Что Другое Почитать Нет Царство В Духе Святом Я Горю Говорит Только Так В нем Все Чтоб Ты Знал Вне Святого Духа Жизни Нет Ничего Нет Тьма Понял Мой Дух Это Все Величайший Подарок Который Только Можешь Ты Получить Это Оно Я Все Ремя Знаете Ограничивал Все Свои Мысли Все Что Все К Чему Прикасались Мысли Не Имея В Святого Духа Я Выбрасывал И Постепенно Стал Таким Подзамороченным На Духе Святом На Помазание И Это Был Момент Когда Я Стал Ощущать По Другому Теперь Второе Ощущение Святого Духа Это Еще Не Сам Святой Дух Это Его Проявление Но Оно Очень Важное Когда Он Мне Сказал Отец Добивайся Чтобы Люди Переживали Святого Духа Добивайся Просто Призывай Говоришь Потому что Религия Отравила Типа Не важно Ощущать Очень Важно Это Знаете Как Ощущение Любви Бывает Любовь Которую Ты Не Чувствуешь Бывает Но Долго Ли Ты На Ней Протянешь Недолго Когда Люди Горят Любовь Прошла Не Любовь Прошла Чувства Заглушены Чувства Тебе Надо Обнажить Их По Новой Ты Почувствуешь Скажи Чувства Чувства Аминь Аминь Ну давай Давай Поаплодируем Отцу И тогда Я Когда Знаете Вот Как Происходит Когда Ты На чем Зацикливаешься Ты Начинаешь В Библии Видеть Только Это Вот Например В Библии Во всех Чувствованиях Внутри Видит Только Дух Святой Я На Те Дни Я Помню Что Я Встречал Недоуменные Такие Взгляды Помазание Помазание Что Ты С Этим Помазанием Есть Тут Царство Государство Там Святость Еще Это Все Дух Святой Дух Святой Все Помазание Помазание Я Ходил Это Слово Повторял Люди Некоторые Мне Свидетельствовали Ты Даже Это Слово Каждый Раз Как будто Сильнее Звучит Правильно Мне Даже Не Надо Сильно Много Думать Я Просто Глю Помазание Я Всегда Чувствую Вау Драгоценная Любимая Субстанция Неба Невероятная Жилище Пища Покров Присутствие Бога Все В Духе Святом Все Царство Амин Потом Отец Двинулся Дальше И показал Мне Точнее Меня Стал Двигать Дальше И показал Мне Новую Ипостась Помазание Как Тук Пшеницы Скажи Тук Это Жир Жир Тук Это Масло Жир Потому что Я помню Кто-то на Уединение Подошел Говорит А что Такой Тук 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 Я Когда Говорю Тук Не надо Отвечать Кто там Тук Это Жир Масло Теперь Внимание За Этим За Этой Ипостаси За Этой Формулировкой Вообще Ну Будущее Вот Реально Люди Когда Поймут Мы Сейчас О нетлении Говорим Об Исцелении Вот В Этой Ипостаси В этой Сути Заключается Очень Много Для Нетления Сейчас Вам Кое Что Объясню На Самом Деле Тук Пшеницы Это Даже Не Жатва Это Жатва Из Жатвы Сначала Собрали Все Зерно Выжали Масло Зерно Выкинули Таким Зерном Стал Иисус Он Упал В землю И умер Чтобы Ты Имел Эту Энергию Неба В чистом Виде Халилюя Помазание Это Вся Сердцевина Иисуса Поэтому Он И называется Помазанный Христос Он Отдал Это Масло Сам Стал Жмыхом Эй Отец Недавно Совершенно Мне сказал Ты знаешь Что я не Создавал Еду Для того Чтобы Питать Тело Я Опешил Вообще В смысле Говорит Я создал Я создал Еду Для Наслаждения И все Просто Для Вкуса Поэтому Еда Вначале Была Очень Легкой Одна Трава Фрукты Овощи Никакого Мяса Было Не нужно Почему Не нужно Было Добывать Витамины Минералы И там Следить Чтобы Баланс Какой-то Щелочной Не надо Было Все Я говорю А как Работало Дух Питал Тело Полностью Все Вот это Нужно Было Только Для Наслаждения Точно Так Давай Отцу Славу Дадим Я Сейчас Говорю Об этих Радикальных Вещах Друзья Вы Попомните Мое Слово Дай Бог Чтобы Мы Все Дожили Скоро Об Этом Будут Трубить На Каждом Углу Появится Армии Людей Которые Будут Не Есть Вознамение Для всех Живущих Сказать Ну и Что Вы Сделаете Мы Вам Не Дадим Ни Покупать Ни Продавать Пошли Вы И Лечить Вас Не Будем А мы Не Будем Болеть А Мы Вам Есть Не Дадим И Пить Не Дадим А Нам И Не Надо Не Хлебом Единым Жив Человек Но Духом Моим Говорит Господь Халилюя А что С вами Можно Сделать Мы Вас Убьем А Мы Оживем Какая-то Фэнтези Какое-то Это То О чем В Библии Написано Алло И Он Говорит Помните Мои Темы Говорит Тело Для Пищи И Пища Для Тела Бог Уничтожит И То И Другое Вот Эту Формулировку Бог Уничтожит Станет Тело Полностью Для Господа Животворящий Дух Будет Без Пищи Содержать Тело Это Происходит Сейчас Это Уровень Откровения Но Ведь 2-3-5 Лет Назад Нам Даже Не Снилось Думать О Таком Мне Нет Может Кто-то Тут И Сидит Иная Плоть Но Я Такая Плоть И Представляете Он Говорит Я Сделаю Так Что Едущий Меня Жить Будет Мною Эти Ели Манку С неба И Умерли Умерли Духовно Или Физически Физически Он Он Говорит Они Ели Ману Вы Говорите Хлеб С неба Но Они Умерли В пустыне Костями Пали Физически Говорит А кто Будет Есть Меня Не Умрет Вовек Как будто Переключается На Духовное Но Зачем Тогда Говорит Про Смерть Физическую В Дословном Переводе Он Говорит Для Кого Я Стану Пищей Не Умрет Вовек И Все Это Невозможно Сейчас Я Продолжу За Помазанием А Что Он Имеет В Виду Они Говорят Так Если Мы Тебя Есть Должны Он Говорит Не В Плоти Дело Если Бы Даже Они Порезали Иисуса На Кусочки И Съели Извините Что Скажу Они Бы Сходили В Туалет И Ничего Бы Не Стало Ну Ты Говоришь Так Ну Как Есть Ребята Иисус Говорил Что Всякая Пища Проходит Очищается Извергается Вон И Все И Он Говорит Не Будет С Этого Толку Я Животворящий Дух И Для Кого Я Стану Пищей Кто Будет Меня Есть Тот Физически Не Умрет Это Реальность И Друзья Мои Он Говорит О Помазании Вот Это Есть Тук Пшеницы Он Говорит У Меня Есть Вы Поймите Слова Мои Духи Жизнь Я Сейчас Вам Не О Теле О Плоте Говорю А Теле Животворящего Духа Поглощай Который Если Он Станет Для Тебя Пищей То Есть Момент Когда Ты Можешь Вкушать И Мы Все Это Делаем Но Когда Это Становится Для Тебя Пищей Постоянной Это То Чему Хотел Отец Научить Еврею В пустыне Говорит Не хлеб Будете Есть Побудьте Десять Дней Вот Просто Питаясь Моей Славой Даже В Ветхом Завете Это Было Возможно Я Хочу Вас Спросить Когда Сократились Дни Жизни Человека До Сто Двадцати Лет Хоть бы Одного Такого Увидеть Сто Двадцать Лет Ты Видел По Телеку Если только там И то Трендят Если честно Никак же Доказать Нельзя Паспортов Не было Ничего Не было Церковные Книги Там Написать Все Что Хочешь Можно Вы Здесь Вам Интересно Вы Сейчас Мы Просто Запомазали Мы Потом И Двинемся Чуть Еще Не Только Ну Затело Это Интересно Дни Жизни Сократились До Ста Двадцати Лет Из-за Того Что Человек Пренебригал Духом И Сразу После Этого Совершился Потоп И После Потопа Отец Сказал Ешьте Мясо То Есть То Есть Теперь Для Поддержания Тела Нужно Было Расщеплять Энергию А До Этого Этой Энергии Был Дух И Представляете Что Люди Они Выжимали 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 Это до тех пор Пока их тело Вообще К жизни Стало Неспособно Просто Он Говорит Ешьте Хоть Мясо Да Что Теперь Мясо Есть Не Будем Сам Не Знаю Как Это Пережить Если Честно Все Когда Спрашивают Что Есть Предлагают Все Что Хочешь Где Мяса Нет Это Вообще Не Еда Мужики Правда Амэн Ответим За Базар Вообще Представляете То Есть Течение Духа Дыхание Жизни В Теле Исчезло Буквально Тлело Какая-то Жизнь Жизнь Сократилась Но Даже И чтобы Поддерживать Это Теперь Процесс Был Таким Нужно Было Поглощать Еду Расщеплять Энергию И только Так Хотя Бы Тело Жило И так Происходит У многих Кроме Меня По сей День Ну Когда Уединение Я почти Святой Вообще Не ем Крайне Редко И то Только Мясо Ну Вот Вы Не спите Друзья Я Когда Созерцаю Эту Тему У меня Просто Рвет Башня Я думаю Это Вообще Вот Иисус Представьте Он Вел Такую Жизнь Вы Думаете Что Он Ел Потому Что Был Голодный Он Он Поместил Себя В те Же Условия Что И мы Чтобы И Голод Испытывать Но Бывали Моменты Когда Он Нет Нет Да Раскакивал У него Эта Тема Они Принесли Ему Физическую Еду И Говорит Рави Ешь Посмотрел Говорит У меня Есть Вы Не Знаете Пища И Они Таки Кто Принес Ему Есть То Они На Своей Теме Мясо Где Мясо Иисус Жил Этим Представьте Что Теперь Мы Говорим За Прославленное Тело Как Вы Думаете Иисус Вынужден Есть Или Нет Или Нет Но Он В физическом Теле Или Нет Так Сложно В это Поверить Ну Значит Как Мы Делаем В Эдеме В Этом Городе Золотом Установлена Канализация Имейте Ввиду Что Если Есть То И Это Будет Все Меня Спрашивали Ну Ладно Скажите Все Такое Святое Там Свет Извините Что Спрошу Иисус Тволет Ходит Вообще Или Нет Меня Ты Еще раз Спрашивали Вас Никогда Не Спрашивали Я Им Иногда Говорю Что Он Когда На Земле Ходил Они Говорят Нельзя Про Иисуса Такое Говорить Вообще Я Говорю Это Вы Спросили Я Не Говорил Ничего По Мне Так Нет Не Ходил Друзья Мои На Самом Деле Помазание Это Энергия Неба В чистом Виде Смотрите Как Происходит Для того Чтобы Энергия Двигалась В твоем Теле Тебе Нужно Перемолоть Кучу Еды Для Чего Расщепляется И энергия Начинает Двигаться В теле Помазание Это Сразу Энергия Со Всеми Питательными Свойствами Сразу Поэтому Телу В принципе Не надо Постоянно Маслать Если пищей Становится Помазание Оно Получает Все Говорит Будете Иметь Жизнь Вечную Все Во мне Есть Все Полностью Физически Круто Правда Что Уже Говорить За Такие Вещи Как Радость Или Еще Что Он Говорит Если Ты Станешь Сделаешь Меня Пищей Физически Не Умрешь Никогда Аллилуйя Получил Чуть Откровение Хорошо Все Бросаю Есть Амин Все Ближайшие Полчаса Не ем Не хлебом Единым Но духом Слов Заметьте Что Когда я говорю За пустыню Отец Хотел Приучить Их К этой Штуке Не есть У него Почти Получилось Почему В качестве Питания Когда они Все-таки Стали Недовольны Он Он Манну Сделал Ну Чего Нельзя Было Мясо Сделать Сладенькая Маночка Которая Не сильно Удовлетворяет Аппетиту Он Знаете Как пошел Таком По лайтовому Пути Ну Ладно Не можете Без еды Ну Давай Хотя Б Пускай Вот Такая Еда Будет Ну Все-таки Питайтесь Мной Мной И тут Они Подорвало Лук Чеснок Давай Нам Мясо Давай Нам Запомни Все ответы С неба Которые Ты получишь Через ропот Полезут Из ноздрей Точно Тебе Говорю Мясо Будет Будет И козленочек Будет Когда В носу Блеет Начнет И так Помазание Это Лучше Это Даже Не Жатва Это Жатва Из Жатвы Выжимка Из Жатвы Представляете Помазание Потому Что Жатва Она Предполагает Что Ты Пожал Тебе Надо Это Еще Как-то Переварить Знаешь Как-то Трансформировать В Энергию Помазание Это Чистая Энергия Все Все Круто Вообще И Представляешь Что Ось Веселит Это Еле Радости Оказывается Вот Смотри Миру Например Чтобы Радоваться Ну Вообще Многим Даже Из Наш Что Там Про Мир Уже Кивать Чтобы Радоваться Нужно Перемолоть Опять Таки Что-то Переварить Какие-то Обстоятельства Какую-то Зарплату Да Там Какие-то Деньги Встречу С Каким-то Хорошим Человеком То есть Нужно Что-то Чтобы Это Съесть И Почувствовать Радость Но Есть Вариант Короткий Просто Сразу Помазание И Все И Все И Он Говорит Это Так Близко Что Просто Скажи Так Чтобы Съесть И Все Стоит Поучиться Ты Представляешь Какая Автономия Какая Независимость Покупать Продавать Что Тебе Антихрист Делает Вообще Скажи Еле И Радости Следующее Я Сейчас Завлекаю Вас Помазание И Помолюсь Если Успею Помазание Помазание Оно Усиливает Все Один Одно Из Проявлений Помазания Которое Пришло В мою Жизнь Это Голос Усилился В два Раза Вы Знаете Все Кто Проповедовал Хоть Когда Нибудь Евангелие Или Вообще Учил Чему-то Ты Всегда Видишь Когда Тебя Слышат И Слушают А Когда Нет Ты Можешь Беситься Хоть По Стенкам Бегать И Потом Думаешь Проморгал Этот Вопрос С Помазанием Никто Тебя Не Слушает Бывает Человек Рядом Стоишь Ты Ему В Ух Кричишь Он Тебя Не Слышит Помазание Включается Шепотом Говоришь Все Слышит На Работе Это Незаменимо Я Пробовал Когда Работал Управляющим Бывает Приходишь У людей Шизофрения Вот Блин Шизофрения Просто Никто Не Слышит И Не Понимает Что Ты Хочешь От Них Ты Начаешь Кипеть Повышать Голос Кричать Тихо Я Могу Сам Такой Что И Голос Повысить Так Что Мыши Прячутся Но Помазание Ну Что Ты На Меня Так Смотришь При Жене Вообще Не Могу Такое Проповедовать Вообще Знаете Как Такой Про Любовь Рассказывает Жена Такая Пришла Возле Кафедры Легла Я Хочу Жить Здесь А Алли Ливая Помазание Делает Тебя Слышим Это Очень Важно Сразу Все Ты Бережешь Голосовые Связки Все До Людей До Ходит Очень Классно Помазание Делает Тебя Узнаваем Иисус Высаживался На Берегу Демон Бежал Издалека И Так Было Дело Люди Не Узнавали Говорит Отойди От Нас От Наших Пределов Отойди Но Духовный Мир Весь Невидим И Помазание Видел Сразу Ты Сын Божий Кланялся Демон Ему Вымолил Себе Новую Хатку Ну Когда Понял Что С этой Изгонят Говорит Дай Свинью Бери Свинью Все Уходи Что Нормально Все Следующее Что Стало Соломоном Помазание Делает Тебя Очень Решительным Громким Даже Иногда У тебя Такой Проявляется Как Такая Нетерпимость Ну Такая Здоровая Нетерпимость Тебя Раздражают Тормоза Сразу Скорости Включаются Знакомо Ты Когда В духе Ты Такой Прямо Шпаришь И Тут Кто Такой Вылазит Сонный Ты Прямо С Дороги Помощники Летают Все Вокруг Такое Да У вас Тоже Так Видите Значит Это Все Таки Не Злость Это Помазание Амэн Патрик Амэн Это Помазание Скажи Помазание Сели Тут Такие Знаешь Смотрят На Меня Помазание Делает Тебя Очень Самодостаточным Вот Таким Автономным Иисус Говорил Об Этому Так Я Живу Отцом Мне Еще От вас Ничего Не Надо Вот Когда Ты живешь Питаешься Помазанием Вдруг Ты Себя Ловишь На Мысли Что Тебе В принципе Для Счастья Никто И Не Нужен Не То Что Тебе Никто Не Нужен А Как Чтобы Быть Счастливым Никто Не Нужен Даже Вторая Половинка Которая Как Известно Бывает Только У Таблетки И Еще Кое Где А Все Остальное Это Одно Целое Помазание Делает Тебя Дико Самодостаточным Я помню Всегда Этот пример Приводил Остался Один Вот Так Знаете Так Сидишь Со своей Командой Собрался Вдруг Встает Твой Помощник Говорит Я ухожу Кстати Ребята Если Кто-то Хочет Чтоб Я За Него Помолился На Прощание Я Здесь И Ты Смотришь Вся Твоя Команда Выстраивается К этому Человеку Не Ну Это Сейчас Смешно Голова Закружилась Думаю Че Че Э Ребята А Я Они Так Смотрят На тебя Давай Иди Помолись За тебя Помолятся Я Помню Вышел В Одвор У меня Голова Вообще Такое Творилось Просто Я Говорю Отец А что Мне Теперь Делать Как Ездить На Евангелизации Там Жду Там Жду Столько Деревень Поначинали Городки Этих Ездим Туда А что Мне Теперь Одному Делать И Как Гром Просто Голос Отца У Тебя Есть Мое Помазание И Мое Избрание Что Тебе Еще Нужно Я Думаю Ва Это Была Революция Помазание Тогда Еще Я Так Мало Об этом Знал Но Понял Это Все Что Надо Я Поперся И Все Там Раз И Люди Наросли Все На Помазание Все Сбегается Стекается Помазание Это Все Это Энергия Это Помазание Это Помазание Это Просто Качество Такое Нет Помазание Ключ От всех Дверей Войдешь Куда Хочешь Вообще Реально Теперь Павел Учил Тимофея Вы знаете Там Много Чего Было Но Самое Центральное О чем Учил Павел Тимофей Он Говорит Возгревай Это Успех Твой Будет Для Всех Очевиден Может Чего-то Другого Не Ловишь Но Вот Это Дар Который На Тебе Вот Это Помазание Грей Чтобы Оно В Тебе Кипело Там Как Просто Скажи Помазание Он Говорит Ты Становишься Иным Человеком Тебя Это Сильно Отличает Ты Становишься Красивым Ты Становишься Молодым Заметным Ребята Если Ты Еще До Сих Пор Один Или Одна И Не Вышла Замуж Тебе Не Половинка Нужна А Помазание Когда У тебя На Тебе Начнет Сильно Вот Это Работать Не То Что Даже Работать Оно Работать Обращать Будешь На Это Внимание Ты Не Просто Половинку Найдешь Выбор Появится Ты Такая Будешь Смотреть Помазания В тебе Маловато Не Пара Сто Процентов Аллилуйя Я Видел Знаете Вот Есть Такие Сестрички Ну Очень На Любителя Честно Говорю Есть Братики Такие Вообще Без Любителей Ну Вдруг Смотришь Человек Чуть-чуть Служение Начал Двигаться Не Просто Что-то Делать В церкви Чтоб Тебя Заметили Это Религия Еще Хуже Станешь Мало Того Что На Любителя Так Вообще Ну Смысл Так Еще И Одел Этот Колпак Религиозный Стоит Думает Если Стал На Двери В Группе Порядка Сразу Замуж Уйдешь Или Женишь Да Не Поможет Тебе Такой Же Колпак Тебе И Приплывет Ты Предверник А Он Входящий Будет Все Ребина Так А Что Надо Смотришь Человек Заморочился На Помазание И Другой Сам Такой Чик Ух Ты Класс Вот Это Да Вот Это Да Как Помазание Меняет Как Оно Притягивает Это Как Медовая Слава Просто Я Хочу Тебе Дать Этот Принцип Пчелки Пчела Занимается Только Медом Ест Только Вот Это Продукт Это Да С Запасается Ни о чем Кроме Сладости Этого Дела Она Не Она Кому Нибудь Предлагает Свой Мед Да Ты Попробуй Еще Забери И Такое Получишь Но Ее Находят Из-под Земли Написано Она В почете У царей Она Делает Своё Небо Свою Субстанцию Культивирует Она Этим Занимается Ей Больше Ничего Не Надо Летает Среди Цветочков Приносит Медик И Все Ее Ищут Они Хотят У нее Лечиться Они Хотят У нее Наслаждаться Они Хотят Любоваться Этим Цветом Они Все От нее Хотят Если Если У тебя Это Будет Тебя Найдут В Каком Бы Уле Ты И Дуплей Не Сидел Понятно Делай Свой Мед Дружище Халилюя Правда Что Мед Продают За Деньги Правда Но Сначала Все Таки Мед А не Деньги Знаете Пчелы Не делают Деньги Они Делают Мед Но За Мед Пчела Вообще Мед Не Сбывает Она Делает Это Для Себя Мы Тоже Помазание Не Продаем Помазание Это Наш Продукт Мы Хотим Им Жить Мы Хотим Наслаждаться Мы Хотим Это Вот Знаете Сам Христос Который Мы Питаемся Так Круто Правда Аналогия Доходит Но Тебя Находят И Находят Где Бы Ты Не Спрятал Запомните Иисус Как Бы Он Не Пытался Незаметным Проскочить Никогда Не Получалось Весь Мир Идет За Медом Принцип Винни-Пуха Все Ерунда Главное Пчелы И Помазание Оно Прежде Всего Дается Как Елей Радости Если Ты Не Вкушаешь От Помазания Наслаждения Управление Невозможно За Все Годы Что Я Изучаю Управление И Помазание Друзья Мои Услышьте Меня Очень Внимательно Всякий Раз Когда Я Применять Пытался Помазание Предварительно Не Насыщая Сам Это Превращалось В Контроль Когда Ты Пытаешься Применять Вас Не Будучи Наслажденным Сам Будет Контроль Такой Поэтому Наслаждение Это Первое Для чего Нужно Вообще Помазание Вот Еще Тебе Хорошо Тебе Вообще Ничего Не Надо Правильно Помните Это Чистая Энергия Для Того Чтобы Испытать Радость Не Нужно Что Перемалывать Поглощать Много Чего Иметь Есть Чистая Энергия В которой Содержится Радость Два Отцу Слава Дадим Наслаждение Не Из Денег Когда Ты Через Деньги Помните Это Обратный Путь Тебе Нужны Деньги Что На Них Купить Чем Насытить Свой Взор И Только Тогда Начинает Работать Наслаждение Есть Короткий Путь Сразу Энергия Наслаждения А Потом Все Тебя Начинают Искать А Мне Дай Деньги Приносят За Это Ты Думал Нужны Деньги Чтобы Наслаждаться А На самом деле Наслаждаешься И тебе Приносят Деньги Вот Это Слушай Опять К бездельникам Пришли Ты Пойми Дружище Если Ты Не Будешь Наслаждаться Никто Тебе Деньги Не Принесет Горемычным Деньги Кидают Только Вот Так Монеты На Землю Да Есть Такой Анекдот Сидят Два Нищих У одного Написано Подайте Герою Войны А у Второго Написано Подайте Бедному Еврею Все Приходят Демонстративно Герою Войны Бросают А этому Ничего Не Дают Один Мужик Подошел Говорит Мужчина Смените Вывеску Ну Вы Видите Что Вам Ничего Не Дают Не Любят Евреев Здесь И Пошел Этот Поворачивается К этому Говорит Слышишь Моня Они Делать Бизнес Вот Так Разница Как Ты Выглядишь Ты Знаешь Что Ты Делаешь И Все Боже Ладно Друзья Сейчас Надо Нам Помолиться Я Продолжу Еще Завтра Чуть Чуть Завтра Что Мы Будем Делать Не Спросто Мы Заканчиваем Сегодня На Теме Помазания Мы Будем Преломлять И Умножать Я Буду Высвобождать На Наши Карточки Счета Возможности Квартиры Все Вы Знаете Что Это у Нас Работает Как Минимум Вот Последние Месяцы Несколько Квартир Люди Получали Ну Я Вот Сегодня Амин Халилюя У Нас Был Просто Зимой Какой То Взрыв Как Поперло У Все Там На Эти Карточки Я Иногда Думаю Интересно Если В Банке Разведку Провести Как Это Работает Вообще Поэтому У меня Родилась Идея Озвучивал Что В Банке Есть День О Которых Не Знает Даже Управляющий Там Ангела Поставил Отец Тот Там Соскребает Такой Чик 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 Думает Неужели Никто Не Скажет Карточка Расти Ну Там Умножайся Деньги Есть Вот Они Тут На Счетах Завтра Мы Это Будем Делать Хорошо Хорошо Дорогие Подымайтесь Ты Любишь Помазание Мне Кажется Мне Сегодня Удалось Влюбить Тебя Немножко Еще Больше В Помазание Помазание Друзья Это Сам Христос Это Дух Животворящий Это То Из Чего Ты Сделан Это Чистая Энергия Питательная Субстанция Небо Это Грозное Оружие Против Дьявола Это Сила Против Которой Устоять Невозможно Поэтому Все Что Только У Тебя Есть Оно Не Стоит Даже Десятой Части Одной Капли Этого Помазание Халилюя Поднимите Ваши Руки Я Сейчас Буду Высвобождать Помазание Я Знаю Прямо В том Откровении Которое Ты Сегодня Принял О Соломоне О Его Царстве Делай Что-то Радикально Если Ты Решил Что Ты Будешь Жертвовать Никто Тебя Не Будет Давить Жертвы Если Ты Решил Что Это Не Твой Путь Не Делай Пускай Друзья Я На Полном Серьезе Говорю Никогда Никто После Моей Конференции Не Говорите Что Я На Воздавил И Заставлял Жертвовать Не Жертвуйте Тогда Только Добровольно Халилюя Отец Я Благодарю Тебя Сейчас Нужно Принимать Помазание Я Думаю Что Сейчас Самое Время Когда Тебе Нужно Просто Это Слово Говорить Как Будто Ты Действительно Кушаешь Представь Помазание Мой Друг Это Выжимка Из Жатвы Иисус Говорил Ученикам Я Послал Вас Жать На Жатву То Что Вы Не Сеяли Они На Тот Момент Еще Не Знали О Сыновстве Ничего Но Вы Сегодня Знаете Вам Даже Жать Не Надо В Вас Есть Чистая Энергия Неба Которую Просто Нужно Ценить Беречь Культивировать Как Это Наслаждение Не Дать Этому Расточиться Защищать Помазание Сейчас Много Стали Насмехаться Типа Помазанники Там Это Слушайте Я знаю О Сыновстве Больше Чем Многие Служители И Знаю О Помазании Ну Тоже Немало Они Говорят Что Это Как Будто Бы Несовместимо Слушайте Пришел Сын Божий И Ожидал Сошествия Помазания На Себя Вышел Синагогу И сказал Дух Господа Бога На Мне Хотя Он И Был Этим Духом Господа Бога Но Ему Нужно Было Помазание На Разуме Чтобы Умножать Владычество Не Позволяй Высмеивать Помазание Защищай Его Цени Его Культивируй Его Оно Принесет В твою Жизнь Все Под твои Ноги Положит Все Напитает Тебя Сделает Тебя Неуязвимым Как личность У которой Печать На Лбу Эпидемии Пройдут Мимо Зло Пройдет Мимо Демоны Будут Узнавать Тебя Ангелы Будут Узнавать Тебя Все Будет Содействовать Тебе Все Будут Источать Это Помазание Больше И Больше И Больше Закрой Сейчас Свои Глаза Посмотри Как Течет На Тебя От Отца Это Помазание Ты Можешь Прямо Видеть Как Я Это Вижу Сейчас Густая Струя Просто Начинает Расплескиваться Стекать По Тебе Как Из Рога Не На Всех Еще Вижу Но Вижу На Многих Отнесись Серьезно К Этому Принимай Это Сейчас Буквально Просто Помазание 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 На Бизнес Помазание На Защиту На Успех На Все Тело Которое Ты Делаешь За Все Это Берет Ответ Ответ Серьезно Выжимка Из Жатвы Зерно Упало В Землю И Умерло Ради Того Чтоб Ты Имел Эту Живую Субстанцию Неба Обещанное От Отца Помазание Он Вошел В Самое Небо И Излил Это Помазание 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 Принимай это помазание, потому что завтра мы будем преломлять и умножать. Я хочу, чтобы ты увидел финансовое чудо. Помазание Если ты его уже увидел, если уже есть какой-то ответ, наметилась какая-то перспектива, свидетельствуй, всем рассказывай, халалююя. Помазание Скажи это, помазание Спасибо, отец, за помазание Спасибо, отец, за помазание Подходили люди на втором служении, говорили, что запах мира слышали, и я услышу целый день здесь сегодня. Спасибо, отец, за этих ангелов сосудами, изливающими, помазание. Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищие, мы себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. – Воздух. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует.